Тем временем полицейские в Рудном вступили в борьбу с мусором. После выхода материала в итогах дня стихийных свалок в городе горняков становится меньше. По крайней мере их нет там, где недели ранее побывала наша съемочная группа. В Акимате говорят, мусорные кучи вывозят сторонние предприятия, а вот профильные организации не успевают. Горожан теперь будут воспитывать большими штрафами, а еще в Рудном запускают экологические патрули. Помогает ли такая тактика решить проблему, узнавал Артем Грапов. На этом месте, здесь неподалеку, пятиэтажка по улице 40 октября находится, мы были неделю назад, явно место преобразилось. Здесь была огромная куча, видно, что вывезли, есть следы от трактора, но часть мусора все же осталась, вроде как бы работу до конца не доделали. Но самое интересное, что неделю назад на этом же самом месте лежал вот этот спущенный мяч. Его, как и большинство мусоров здесь в округе, просто проигнорировали. А вот здесь работу выполнили на отлично. К моменту нашего приезда последний мусор убирал дворник, но при виде камеры он быстро удалился. И все бы ничего, но ложку дегтя добавляют сами горожане. Кто-то не смог найти в себе силы и бросить эту сумку в контейнер. Убрали свалку и на улице Гагарина. Здесь даже баки мусорные покрасили. В городском Акимате говорят, мусоровывозящие компании не успевают, поэтому привлекают предприятия со стороны. На сегодняшний день все 132 стоянки в городе Рудный в течение трех суток, круглосуточные практически работы, были приведены в порядок. Я говорю сейчас о несанкционированном выбросе мусора вблизи контейнерных стоянок. Оказывается, порядок не везде. В этом дворе по улице Парковой свалка соседствует с детской площадкой. И пакет, где уже живут зеленые мухи, здесь явно не первый день. В Акимате это объясняют так. Имеет место быть, еще раз говорю, выброс в неположенном месте – это работа системная. Она практически каждый день продолжается. Невоспитанных рудничан пытаются выслеживать. За пять месяцев этого года 260 горожан схлопотали большой штраф – чуть больше 80 тысяч тенге. Рейды, говорят полицейские, для них привычное дело. Практически этот вопрос, можно сказать, что он ежедневный. Потому что, может быть, и проблема созрела. Вообще у нас по выходным дням еще привлекаются преданные силы. Но в основное, да, выявление статьи 505 административного кодекса лежит на плечах участковых. А вот жителей окрестных домов рядом с третьей школой люди в форме и штрафы пока не пугают. Куча мусора рядом с контейнерами тут частое явление. Еще в Рудном хотят запустить эко-патрули. Молодежь будет инспектировать места стихийных свалок, а уже потом за дело примутся полицейские. Вопрос в другом – сколько нужно времени для перевоспитания рудничан? Судя по этим кадрам, очень много. Артем Грапов, Ермик Мухаммедьяров. В итоге дня – Кустанайская область.